Короче говоря, диета. Листала я журнал первый, второй, третий и поняла, что выгляжу ужасно на фоне этих девочек журналов. Но потом вспомнила слова мамы. Дочь, а ты у меня особенная. Такой как ты в этом мире больше нет. Я задумалась над словами мамы и поняла, что она это сказала, чтобы успокоить меня. И я решила для себя, что больше не могу быть такой жирной. Решила загуглить способы быстрого похудения. Не жрать после шести, придерживаться правильного питания, ложиться в девять часов вечера и делать зарядку по утрам. Я удивилась легкости похудения и посмеялась от того, что скоро буду худой красоткой. На следующий день я проснулась, начала с легкой зарядки, закончилась жесткой и поняла, что надорвала спину. Но не стала себя на этом останавливать и пошла кушать. Увидела, как друзья едят вкусные бутеры и пустила слюну. Она не дала себя соблазну и взяла свой завтрак. Друзья удивились и спросили, что случилось. Я рассказала, что когда читала журнал, поняла, что ужасно выгляжу и решила похудеть. Они удивились и сказали, что я слепая, раз не заметила этого раньше. Я улыбнулась и пошла к себе в комнату. На часах уже было шесть часов вечера и я поняла, что я ничего не должна съесть. И отвлекала себя разными способами. Смотрела любимый мультфильм. Слушала музыку. Крутилась на кресле. Разговаривала со временным животиком. Зазвонил в будильник с напоминанием о том, что пора спать. Я легла на кровать с мыслями о том, какая я молодец и скоро добьюсь своей цели. Я проснулась от того, что заболела очень спина и решила, что никакой сегодня тренировки. Пыталась встать с кровати. Первая попытка, вторая, третья. И все это было безуспешно. Решила позвать на помощь друзей. Решила позвать на помощь друзей. Удивилась от того, как много желающих мне помочь. Смирилась с этим и через силу попыталась все-таки встать. Первая попытка, вторая. И на третьей попытке я все-таки смогла. Стояла на одном месте и гордилась собой того, какая я все-таки сильная. Нахер от диету. Короче говоря, диета. ДИЕТА ДИЕТА ДИЕТА